Работать рядом с домом – это не мечта, а реальность для сотрудников Рязанского конструкторского бюро «Глобус». В 2018 году был сдан дом номер 13 на улице Магэс, который предприятие построило совместно с одной из строительных организаций города. В нем 204 квартиры, включая половину из них, отдали работникам конструкторского бюро. Условия покупки очень приятные – всего 50% от рыночной стоимости. Приобрести жилье на выгодных условиях смогли как уважаемые ветераны предприятия, так и молодые перспективные сотрудники. Часть жильцов уже заселилась, другая продолжает отделочные работы. Стоит отметить, что фактически дом находится за забором конструкторского бюро «Глобус», поэтому добираться с работы до дома и обратно можно менее чем за 5 минут. При этом дом по уровню комфорта относится к премиум-классу. В нем есть подземная парковка и система охраны, а также большая придомовая территория, на которой удобно гулять с детьми. В зеленых зонах продолжается посадка деревьев, в то же время уже установлен современный безопасный игровой комплекс. Площадка оборудована уличными тренажерами и столами для игры в настольный теннис. Стоит отметить, что руководство предприятия уделяет большое внимание всем социальным объектам. Например, был произведен капитальный ремонт столовой, в которой обедают сотрудники конструкторского бюро «Глобус». В 2018 году красивое двухэтажное здание ввели в эксплуатацию. Столовая пользуется большой популярностью. Здесь современный интерьер и вкусная кухня. В 2012 году была построена база отдыха «Комета», которая расположилась в селе Ласково в окружении вековых сосен. Сотрудники конструкторского бюро «Глобус» могут отдыхать здесь и зимой, и летом. Напомним, что предприятие было образовано 1 октября 1955 года. Оно специализируется на разработке и производстве автоматизированных систем контроля вооружения, которые используются как в российской армии, так и поставляются более чем в 15 стран мира, находящихся на разных континентах. Среди них страны Азии, Африки, Южной Америки и Европы. Однако основным заказчиком остается Министерство обороны Российской Федерации. Среди разработок автоматизированы системы контроля для систем БУК, С-300, С-400, комплекса «Панцирь», авиационных средств поражения, морского и подводного оружия. С 2008 года Рязанское конструкторское бюро «Глобус» входит в состав корпорации «Токсическое ракетное вооружение», а оборудование, созданное на предприятии, позволяет следить за исправностью ракет. На ближайшие 10-15 лет создается интеллектуальный задел в виде унифицированных модулей и программного обеспечения. Это позволяет разрабатывать конкретные устройства быстро и эффективно, буквально за полтора года. Предприятие полностью загружено заказами. При этом, по сравнению с 2010 годом, количество выпускаемой продукции увеличилось в два раза, так же, как и численность работников. О высоком профессионализме говорит тот факт, что 115 сотрудников предприятия отмечены правительственными наградами за достижения в труде и высокий уровень разработок. Сейчас в Рязанском конструкторском бюро «Глобус» работает более тысячи человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Только за последний год на предприятие пришло более 50 молодых специалистов. Стоит отметить, что до 2018 года Рязанское конструкторское бюро «Глобус» специализировалось исключительно на военных разработках. Однако сейчас в нем открылось подразделение по созданию гражданской продукции. Для машиностроения мы прорабатываем систему ЧПУ отечественной, то есть для проведения портозамещения. Это работы по твердосплавному осевому инструменту для металлообработки. С точки зрения аппаратур более широкого применения – это различные аппаратные и программные средства для автоматизированных систем контроля, управления, диспетчеризации, сбора данных. То есть это уже ближе к основному профилю предприятия. Такие разработки востребованы на предприятиях энергетики в сфере ЖКХ. А самый простой вариант – систему «Умный дом» может установить любой желающий в квартире или частном доме. Сейчас в отделе проводится много экспериментов, производится поиск новых направлений, а также создаются первые опытные образцы. Можно сказать, что совсем скоро продукцию конструкторского бюро «Глобус» смогут использовать не только военные, но и обычные люди в повседневной жизни. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».